Слава нашему Господу, братья и сестры! Слова в Евангелии от Матфея говорится «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом Галилея Языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». Братья и сестры, в праздник Рождества Иисуса Христа мы все понимаем, что Христос принес свет, принес для нас радость и утешение. И написано в этих словах, что Он пришел в ту страну тени смертной, где люди сидели во тьме, и показал им этот свет. Вы знаете, в этот праздник, особенный праздник, который мы вспоминаем, хотя уже сегодня как бы прошел уже это дни, но мы еще все равно поем, я хотел бы поговорить о такой насущной теме, которая, кажется, совершенно не подходит к празднику, но именно это лежит в моем сердце. Я об этом думал, переживал, и не раз откладывал эту тему в сторону, думаю, не подходит она для праздника, но снова и снова мои мысли возвращались к этой теме. Тема – одиночество. Иисус пришел в страну тени смертной, чтобы показать свет. Я прочитаю Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 1 стиха, известную нам историю. Но давайте мы вникнем в нее, порассуждаем и подумаем о том, что здесь написано. 5 глава Евангелия от Иоанна, с 1 стиха. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим». Немножко отступление сделаю. Заметьте, во время праздника Иисус не пошел в дорогие, большие места, где висели радость, а зашел в место тени смертной, туда, где люди страдали от своих болезней. Продолжаю, 2 стих. «Есть же в Иерусалиме у вечих ворот купальня, называемая по-еврейски Вефезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью». Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего, «И узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему, «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему, «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Мы с вами знаем из истории, что это место Вефезда, оно переводится как «Дом милосердия». Это было место, где находилось небольшой, небольшой такой пруд, или где-то водоем небольшой. И сегодня при раскопках возле церкви Святой Анны, там в Иерусалиме, нашли определенное место, где был когда-то водоем, и есть пять арок таких. И вполне возможно, что это было то самое место, которое в Библии называется Вефезда. И когда мы читаем это место, здесь написано, что там лежало множество народа и людей больных. И написано «великое множество». Братья и сестры, вы понимаете, великое множество. Я не знаю, сколько там было людей. Не думаю, что это место было очень большим. Но я понимаю, что, скорее всего, на каждом пятачке этих крытых ходов лежал какой-то человек. Больной, измученный, иссохший, слепой, калека, который не мог ходить. И все они чего-то ждали. Они ждали возмущения воды. Они ждали, что придет ангел, начнет вода бурлить или двигаться в этом месте. И кто-то из них сумеет войти туда первым и получить для себя исцеление. Этот человек, о котором рассказывает Писание, был в болезни 38 лет. Он не был в этой купальне 38 лет. Он просто был болен 38 лет. Но он находился в том месте уже довольно долго. Мы не знаем, сколько. Год, два, пять лет. Я не знаю. Но его болезнь когда-то начинала прогрессировать. И она развилась до такого момента, что уже он не мог ничего делать. Эта болезнь в других переводах говорится, что это был немощный человек. Как бы в нем не было никакой силы. Он практически лежал все время. Он практически не ходил. Был очень слаб. И вот этот человек находился там. И когда Христос подошел к нему, он узнал, что он находится там долгое время. И спрашивает его, хочешь ли ты быть здоров? И вот этот человек отвечает. Да, Господи, но я не имею человека. Этот человек был совершенно один. У него не было друга, не было брата, сестры, не было родителей, не было кого-то, кто бы, возможно, пришел бы и ему помог и поддержал. Каждый год, каждый раз, когда он видел, что люди заходят туда, он, возможно, видел тех, которые были рядом с тем больным человеком и могли ему помочь зайти туда. А у него такого человека не было. Наверняка там были люди, к которым приходили родственники, близкие, приносили, возможно, какой-то кусок хлеба принесут, еды, чтобы он мог покушать. И могли помочь ему в какой-то момент, чтобы зайти в ту воду. А этот человек был сам. Один. Один. Одинокий. И вы знаете, когда мы рассуждаем об этой теме, одиночество, мы понимаем, что у каждого из нас есть моменты, когда уединение полезно и хорошо для нас. Когда мы можем где-то просто поехать на природу, побыть сами с собою, помолиться перед Богом, прибыть в Писание, почитать, подумать, порассуждать, помолиться. Уединение хорошо и полезно. Сегодня есть и проблема другая, когда люди просто загоняют себя в тупик. Они думают, что они одиноки, а на самом деле не одиноки. Но они в таком состоянии. Я не об этом сегодня. Я говорю сегодня о реальной проблеме, которая есть сегодня среди людей. Одиночество. И оно очень многообразно. Оно в разных сферах проявляется. И мы понимаем, что есть люди просто одинокие. Есть те, которые вдовы, разведенные. Есть те, которые single people, которые еще не женатые. И они имеют свои определенные проблемы. Есть люди, которые окружены людьми. Вокруг нас люди. Но эти люди часто не понимают нас. Часто нас не принимают, отталкивают. Служителя иногда нас не понимают. Что-то неправильно происходит в жизни. И мы чувствуем себя одинокими, непонятыми. У нас нет этого спокойствия и радости в душе, в нашем сердце. Иногда бывает, что даже в семьях женатые люди переживают одиночество. Муж не понимает жену. Жена не понимает мужа. Дети бывают оставлены, неприняты. И это происходит. Я не говорю это обо всех. Я понимаю, что в нашей церкви, в наших церквях хорошее положение. Много людей живут доброй, прекрасной жизнью. Он понимает, но я говорю к тем, которые сегодня имеют эту проблему. Находясь среди людей, переживают отторженность, оставленность, они чувствуют себя одинокими. Сегодня есть люди, которые имеют болезни, и он остается со своей болезнью сам один. Никто не может ему помочь, он остается с этим. У кого-то есть дети неверующие, и он чувствует, что он сам один несет эту проблему. Когда он придет в церковь, он видит люди, которые вокруг улыбаются. Привет, как дела? Слава Богу, все хорошо. А не все хорошо. В душе боль, переживания. И ты сам один с этой проблемой. Одиночество, оно не настолько просто и не настолько легко переносить. И, вы знаете, я когда-то попал на такое служение, где были собраны служители, миссионеры, проповедники, и там было слово, было рассказано об одиночестве, об отвержении. И, вы знаете, после этого была молитва, был призыв, и вышли эти люди, на которых я смотрел с большим уважением. Я знал, что они посвятили свою жизнь для Господа. Они трудятся, они посвящают себя. И вдруг они выходят наперед для того, чтобы за них помолились, благословили. Цвет общества, сильнейшие люди в моих глазах. Но в какие-то моменты и они переживали некое одиночество. Вы знаете, сегодня есть служителя, вот мы служителя, и мы очень часто имеем такую задачу, что ли, обратить внимание на всех людей. Каждому подойти, позвонить, знаете, как-то вот обратить внимание. И бывают такие моменты, что ты просто остаешься сам, у тебя нету близких людей, с которыми бы ты вот, ну вот каждый день мог бы общаться, каждый день мог бы разделять свои переживания и так далее, потому что мы его для всех. И я вижу, что это бывает такое. Вы знаете, один пастор позвонил сестре с церкви, он обзванил людей и позвонил ей, и хотел узнать, как у нее дела, и спрашивает ей, звонит, вот я хочу позвонить вам, хотел позвонить, узнать, как ваши дела, как вы поживаете. Она говорит, спасибо, пастор, потому что вы первый человек, который за две недели позвонил мне, человек, которому больше двух лет. То есть она дала понять ему, что я вот все время со своими детьми, я все время вот с ними, и я сама одна, некому обо мне позаботиться, даже никто не интересуется. Вы первый, кто позвонил мне за две недели. Даже с детьми, даже окруженные людьми, бывают люди, чувствуя себя одиноко. Есть другая проблема, которая здесь написана в этой главе, в которой я прочитал, безразличие. Посмотрите, этот человек 38 лет больной. Как вы думаете, он имел возможность подойти и этим людям сказать, слушайте, я уже так долго больной, позвольте мне пройти туда, получить исцеление. Но всем было все равно. Они говорили, а что ты лучше, чем мы? Я тоже больной, мне тоже нужна помощь. Почему ты думаешь, что ты иссохший, ты хоть как-то ходишь, а я-то слепой, мне нужно исцеление тоже. Все были, каждый за себя, безразличие, к нужде другого человека. Они не переживали за него. И годами, годами это все длилось. Каждый переживал за себя. И вы знаете, сегодня бывает тоже такая картина похожая. Мы недалеко ушли от того времени. И это было на тот момент. Иисус не раз об этом говорил. Приводил рассказ о добром самарянине. Вспомните, да? Человек побитый врагами, этими бандитами. И приходит священник, мимо проходит. Левит мимо проходит. Какой-то там самарянин пришел и помог ему. Ну, кажется, где разумные вещи? Где вот та любовь, про которую проповедуется в Писании? Все обходили мимо. Каждый за свою рубашку переживает. Каждый за себя. Безразличие. И Иосиф с Марией идут. Им нету места в гостиницу. У каждого свои переживания. Они оставлены сами. И это говорит об атмосфере того времени, в котором жили люди. Атмосфера некоего безразличия. Мне неинтересно. Я живу сам. Сегодня мы живем в такой стране и в таком мире, где все связано на человеке, на его личности. Ты живешь для себя. Ты достигай. Ты умеешь. Ты можешь. А другие, ну, как уже там они справятся, так пусть и живут. Вы знаете, сегодня бывает так, что мы не замечаем друг друга. У нас нету возможности подойти, нету времени, нету желания вообще подходить друг к другу, познакомиться, узнать этого человека, попереживать вместе с ним. Сегодня бывает, что после служения некоторые люди остаются и мало кто вообще к ним подойдет, поинтересуется или просто хоть головой кинут и то с хорошо. Кто-то спросит, как дела. Ну, хорошо, и пошел дальше. А человек остается со своей проблемой, со своим переживанием. Некогда и некому позаботиться о его душе. Бывает, человек заболеет и никто не позвонит ему. Только самые, может быть, близкие еще позвонят и спросят, как дела. А другие так и остаются сами. Сегодня родственники, бывает, что так, они уже как и не родственники, как враги стали. Далекие друг от друга люди не имеют никакого общения. И мы в таком находимся обществе, где безразличие бывает, проникает в среду нас. Вы знаете, не так давно мне позвонил человек, я как бы строил свой дом, ну и много звонков было, много всяких переживаний и так далее. И вот позвонил мне человек, который делал мне работу на моем доме. И этот человек, он мусульманин, вообще, знаете, турок. И он позвонил, а я себе в голове кручу. Думаю, ну я ж вроде бы заплатил ему, я ж все вроде бы рассчитался с ним, все хорошо, почему он звонит, может, я что-то упустил, не заметил. А он говорит, как у тебя дела? Я говорю, хорошо, о себе сам думаю, переживаю, ну что ж там еще? А он говорит, а я вот просто в отпуск ездил, да и приехал, решил тебе позвонить, спросить, как у тебя дела? Я так удивился, молчу, слушаю, говорю, ну хорошо. А он рассказывает мне, как он ездил, все. Говорит, ну хорошо, все там нормально работает, что я сделал. Я говорю, да, ну пусть работает, пусть тебе Бог поможет. Так и сказал. Я пришел, сел и думаю, вау, человек, который вообще не христианин, не знает, ну, реального истинного Бога, по-своему верует в своего Бога. Но он нашел время позвонить, просто спросить, как дела, поинтересоваться тем, что у меня есть. Мы с ним вообще незнакомые, разные люди, но у него где-то вот нашлось желание позвонить. Вы знаете, сегодня мы бы хотели достигать такого уровня, когда мы сможем действительно быть помощниками и отцами друг для друга. Нам нужны помощники, нам нужны те люди, которые, как этот человек говорит, я не имею человека, чтобы был тот человек, который возьмет тебя, поддержит тебя, который сумеет тебя утешить, который сумеет не оставить тебя в беде, который сумеет поинтересоваться тобою. Не так давно я разговаривал с одним человеком, и он всю свою жизнь имел друзей, близких друзей, с которыми общался, говорил все. Но потом обстоятельства его жизни поменялись, и он как бы отошел в сторону, и он говорит, я думал, что они вместе как бы меня поддержат, меня поймут. И они все отвернулись от него. И он говорит, вот так я рассчитывал на дружбу, а получилось наоборот. И вы знаете, важно, чтобы был такой помощник, чтобы был тот человек, и как важно, чтобы каждый из нас находил пути к тому, чтобы помочь тому, кто находится рядом. Моя жена недавно рассказывала мне такой пример, она говорит, я просто молилась на собрание и говорила, Господи, дай мне возможность поговорить с каким-то человеком, просто рассказать, поинтересоваться его жизнью после служения. И она говорит, что когда кончила служение, так получилось, что одна сестра сидела не так далеко, и она осталась одна. Я подошла к ней, стала говорить. Я-то знаю, что у нее есть и проблемы, и переживания, но раз уж так получилось, я подумал, что это Божье водительство, я села, стала беседовать. И очень хорошая беседа получилась. Та сестра поделилась, рассказала, поплакала. Мы, говорит, посидели так, помолились друг за друга и пошли домой. Братья и сестры, как хорошо, чтобы каждый из нас понимал, что я должен стать помощником, тем человеком, который поможет кому-то другому, который поинтересуется, посопереживает тому, кто находится рядом. Мало того, чтобы просто в собрании заявить нужду, а мы, в общем, помолились. Хорошо, кто-то, кто рядом с нами, сумеет нас поддержать. И нам нужно искать этого. Друзья, нам нужно искать этого. Мы не можем оставаться в стороне. Мы христиане, те, которые заботятся и переживают друг за друга. Возлюби Господа Бога Твоего и ближнего своего. В этом наша задача, наше искание должно быть. Сегодня важно, чтобы мы становились отцами, духовными отцами. Я не раз наблюдаю, когда приходят сюда молодые люди наперед, и они ищут чего-то в жизни своей, и они каются, и мы можем подойти, помолиться за них, и это правильно. Ну а дальше, где будет тот человек? Где будет тот отец или мать, или какой-то человек в церкви, который сумеет найти подход к этому молодому человеку, к этой сестре? Поговорить с Ним, поддержать, как-то наставить Его на правильный путь, посопереживать вместе с Ним. У нас этого не хватает. Друзья, не хватает, а это важно, чтобы было, чтобы это присутствовало в нашей жизни. И поэтому Христос, когда Он ходил по земле, Он призывал всех и своим примером показывал, что мы должны поддерживать тех, кто рядом с нами. Иисус, Он не проходил мимо. Он протянул руку Захею, который был отторжен, оттолкнут людьми, оставался сам на себе по себе. Он протянул к нему руку помощи, общения, любви. Иисус протянул руку сотнику, кажется, совершенно не из народа израильского. Человеку военному Он протянул к нему руку помощи. Мытари, грешники. Христос ходил с ними. Он наставлял их, вел их, направлял их на путь истинный. Он был отцом духовным для этих людей. Мы сегодня видим, что Он помог Петру. Тому, который был, отказался от Христа, отрекся от Него, Христос протянул к нему руку. Христос своим примером показывает, что мы, как христиане, должны делать то же самое. Иисус – это тот, кто подаст руку. Вы знаете, есть такое понятие, что в одиночестве люди переживают его физически, эмоционально, и я еще добавляю – духовно. И я хочу сказать, что одиночество – это не просто эмоциональная проблема. Знаете, человек переживает внутри. Иногда это бывает духовная проблема. И за это нужно, возможно, молиться, каяться, избавляться от этого чувства с помощью Божьей. Вы вспомните Адама и Еву. Адам и Ева, они согрешили в саду Эдемском, и в результате этого согрешения произошло что? Смерть и разделение их с Богом. Получилось разделение. Они остались сами. Они остались в своем одиночестве без присутствия Бога. И это плохо. И это проблема. И Христос видел эту проблему, и Он пришел для того, чтобы разрушить вот эту преграду, разрушить вот это разделение между Богом и человеками. Он своей смертью на кресте сделал возможным, что теперь каждый человек будет не одинок, но будет с Богом, который добрый, любящий, который наполняет наше сердце своей радостью и утешением. И поэтому, вы знаете, что тот человек, который имеет проблему одиночества в своем сердце, который мучается в этом, он просто мало знает Бога. Ему нужно соединиться с Богом. Когда он через Иисуса Христа будет соединяться с Богом, это чувство одиночества будет уходить. Человек даже в одиночестве будет чувствовать себя радостным, будет чувствовать себя нужным и полезным. Он не будет в унынии, он не будет себя чувствовать таким, потому что, когда ты с Богом, Бог наполняет, Бог вот это разделение удаляет, и человек становится совершенным. И вы знаете, Писание нам показывает очень много примеров, когда люди в одиночестве достигали успеха. Когда, находясь сами, они сумели пройти свою жизнь и стали благословенными людьми. Вспомните Иосифа. Этот человек, любимый отцом своим, нежно любимой матерью, он был при отце и при матери, и вдруг в один момент все потерялось. Братья его предали, с отцом он больше не виделся, оказался в плену, в плену вроде бы стал чуть-чуть подниматься, снова его в тюрьму кинули, в тюрьме вроде бы нашел что-то, какое-то утешение, стал помощником. И годы, годы проходили, когда он был сам и один. Но этот человек, он не чувствовал себя одним. Он понимал, что это Бог что-то делает с ним, и он направлял свое сердце к живому Богу. Он искал Господа, и Бог давал ему силы. Бог давал ему силы проходить через эти трудности, через эти испытания. Бог наделял в его сердце, давал что-то чувство радости, утешения. Иосиф сумел пройти это. Потом он, ну, конечно, женился, потом все поменялось, потом все изменилось, и стало снова прекрасно и хорошо. Стало много людей, которые были рядом с ним. Братья вернулись, его дом, его отец. Радость пришла уже и в физическом мире, в телесном мире, пришло в исполнение. Но прежде было духовное соединение с Богом Отцом. И это главнее, и это ценнее. И вы сегодня посмотрите друг на друга, как сегодня часто молодые люди, они себя загоняют в тупик ныне. Я сам, я еще не женился, я еще не замужем, что со мной будет? И они страдают и мучаются. Обратись ко Христу, соединись с Ним, возрадуйся в общении с Ним. Он будет наполнять твое сердце, и ты будешь самым благословенным. Апостол Павел не был женат, но он был благословенный и примером для всех нас. Почему? Потому что он имел общение с Богом. Когда ты с Богом, вот это вот разделение уходит с твоего сердца. У каждого своя дорога и свой путь. Но, братья и сестры, я заканчиваю свою проповедь и хотел бы, чтобы каждый из нас помнил о том, что мы с вами не одиноки, что с нами есть Бог. И Христос, когда пришел на землю, Он пришел принести вот это благословение, чтобы никто не оставался в тени смертной, в стране тени смертной, никто не оставался во тьме, никто не оставался в том положении, в котором, может быть, Он оказался, очутился, а чтобы Он поднимался духовно, возрастал, укреплялся. Пусть Бог поможет нам всем. Пусть Бог даст нам силы. И пусть Бог поможет нам всем становиться помощниками и отцами друг для друга, замечая близких к нам людей. Да благословит нас Господь. Аминь.